Добрый день, уважаемые партнеры и коллеги! Буквально два слова о банке. Банк Кубань-Кредит в этом году будет праздновать свое 29-летие. Мы работаем в четырех субъектах Российской Федерации. Это Хосмоддарский край, Росковская область, Адыгея, город Москва. И сейчас уже осваиваем соседний регион Сталопы. У нас 128 дополнительных офисов, которые можно получить через битва данных субъектов. Но я уверена, что сейчас вам интересно совершенно забыло. Вы уже сегодня слышали эту тему, и я думаю, что какие выступающие в фулуарах вы это все будете обсуждать. То, что сейчас, нововершая для субъектов, конечно же, это цена на вашу продукцию. И мы как финансовый институт, как ваши партнеры, что можем вам порекомендовать, посоветовать, предложить. Мы понимаем, что на сегодняшний день цена на вашу продукцию, она очень сильно зависит от провокуса товара. И то, что он сегодня стоит по правильной 60 рублей плюс-минус, не устраивает мини-бизнес, не устраивает государство. Ну и, соответственно, есть уже сейчас информация. Разрабатываются новые бюджетные правила, которые будут, скажем так, основная история ухода от твердой валюты и перехода к так называемой антики валюты. Что это может дать на выходе? Это может дать вам тот комфортный курс, который, наверное, все мы ждем, да, в районе 70-75 километров. И к чему я это все веду? Ну, наверное, к тому, что, может быть, не время сейчас сразу реализовывать то, что вы уже убрали. Что мы можем предложить? Что мы можем порекомендовать? Есть на сегодняшний день возможность воспользоваться пролагацией уже полученных ранее в годных кредитных средств, которые вы получали от 1 до 5 пациентов, да, от 1 СПА. Здесь, что важно, сохраняется для вас в годная пациентная ставка, для вас это не будет являться вне структуризации. И если вам ваши обслуживающие банки говорят, что это повлияет на ваш рейтинг, не верьте, не повлияет. Банкам, честно говоря, не очень много на такие кредиты, потому что доходность по таким кредитам снижается для банка на 30%. Но мы, например, для аграрного сектора являемся уже много летним партнером. Вот внизу и строчечка. Доля кредитного портфеля сектора, пока у нашего общего кредитного портфеля, составляет на сегодняшний день 49%. И вам давать кредит вложил почти 32 миллиарда передавания аграрной. Поэтому для нас очень важно быть вашими партнерами не только здесь и сейчас, а быть вашими односрочными партнерами. Поэтому мы честно открыто говорим, что да, к сожалению, для нас лишается доходность. Но сейчас вот этот год, в котором мы с вами живем, наверное, для всех этот год не столько заработает, сколько удержаться, выстоять. Поэтому если вы обращаетесь в свой банк и вам вам показывает, вам будет готово на прямую рефинансировать ваши кредиты в полном объеме, поскольку у вас сейчас есть прямая возможность воспользоваться этой историей. Мы пролонгируем кредиты, которые коммерческие для своих клиентов на 3-4 месяца. Это тоже позволяет, скажем так, переждать и дождаться, вот, наверное, того оптимального коридора, о котором я говорила, выше 70-75 рублей. Ну и с учетом того, что вы лучше меня знаете, да, какие были сложности весной этого года с теми же семенами, мы очень с вами им как-то зависимы на семена подсолнечника, угрозы. И многие, ну, по крайней мере, вот наши клиенты с этим сталкивались, когда они даже оплатили 100% предоплату, там, за семена подсолнечника, они просто не могли их получить, либо они тут же поднимали цену. Так вот, это тоже момент, когда стоит задуматься, вы привыкли, это правильно была стратегия ранее, вы привыкли всегда делить получение кредитных средств на два сезона, на осенне полевой работы, на весенне полевые. Вот, может быть, есть смысл в этом году задуматься и, скажем так, на опережение, подготовиться сейчас уже, в том числе и весенне полевые. Поэтому у вас есть такая возможность преддоваться, брать годные киды. Есть, наверное, ну, поскольку вы сельхозтоваропроизводители, вы зависите от двух основных внешних факторов, и понятно, что это погодные условия, от этого не выновиделишься, ну, и жесткое государственное регулирование цены. И вот, как уже ранее было сказано, два года в прошлый этак, эта гаечка закручивается все потуже. Как один из вариантов, о котором тоже, может быть, есть смысл подумать, это диверсификация вашего бизнеса. Понятно, что не всем это дано, у всех разные розы ритров, бесплодность почвы и так далее, и тому подобное, да, доступность к воде, но все-таки. Как один из вариантов, это диверсификация бизнеса, это инвестиции в отношения, это закладка садов, строительство, фруктохранилищ, овощехранилищ. В потребительский рынок он сейчас требует уже другой уровень сортировки, другой уровень упаковки. Здесь в качестве финансового инструмента, конечно же, вступает инвестиционное кредитование. Здесь есть программа с господдержкой, это Министерство сельского хозяйства, стандартная история от одного до пяти лет. И в качестве информации хочу сказать, что не так давно, буквально месяц назад, Министерство сельского хозяйства дало возможность, кто не знает, просто это озвучиваю. В том числе, какое-то интересное для перевооружения покупки приобретения новой сельской техники. В том числе, сейчас уже годный рептик можно получить на приобретение техники производства Китая и Беларусь. Чего раньше не было. То есть, если кто-то этого не знал, говорю, что теперь уже это можно. В качестве наших партнеров, мы, совместно с нашими клиентами, проинвестировали порядка полутора миллиардов рублей, смогли заложить 645 гектаров интенсивных садов, в том числе, в прошлом году мы реализовали интересный проекцию «Непроход» по районе. 45 гектаров супраинтенсивного сада заложили, я буквально была там дней 10 назад у своего клиента. Активная идет уборка. Ну, Николай Николаевич знает, наверное, задуманное наше. Активная идет уборка. Сейчас уже клиенты получают порядка 20-20 центнеров с гектаров. Ну, при этом саживаются, которые там не двухлетние, а трехлетние посаживали. Но вот вызов уже идет. Благодаря уборку «Паркетит» наши клиенты смогли построить почти 47 тысяч квадратных метров крупнохранилищных и овощих хранилищ. Есть еще одна тема, которая, может быть, и не касается сегодняшнего нашего, скажем так, предмета, которого он снегает, но вы в любом случае сталкиваетесь с тем, что идет, как бы, эрбина борьба за расширение земельного банка. И зачастую вам приходится выкупать, как вам приходят ваши пайщики, вам приходится выкупать земельные баи, которые вы арендуете, да, вы не купили, вы не купили, это ваш сосед. Здесь тоже мы можем вам предложить кредитование собственной программы банка до 10 век, кредитование при поддержке Министерства экономического развития, поскольку мы уже об этом говорили, что может быть и нет смысла, пока есть, скажем так, возможность на такие вещи тратить заемные средства более-менее оптимально по цене, может быть и нет смысла вытаскивать эти деньги из-за ворота. Почему клиенты выбирают нас? И мне очень приятно, что сейчас среди присутствующих тоже есть клиенты банка УАК-кредит. У нас действительно большой опыт финансирования интересных проектов, наши клиенты растут вместе с нами. У нас индивидуальный подход к клиентам, и мы это не просто декларируем, это так и есть. У нас очень лояльный подход при инвестиционном кредитовании, очень лояльный подход к анализу проекта на средней документации клиенту, не нужно делать ее после экспертизы, а мы понимаем, что это удорожание процентов на 30. У нас мы принимаем вслед за подписью заемщика. Отсутствует оплата за точное погашение и отсутствует необходимость оплачивать оценку. То есть мы принимаем оценку, мы не страхуем заложенное имущество, и оценку делают наши санглеры. Вы разбираетесь в сельском хозяйстве и получше некоторых ограничений. Да, конечно. В среди депозита вы размещаете? Да, конечно. Вместо того, что у нас оказывается в среди депозит, вы ему с вами возьмете? Ну, смотрите, у нас процентные ставки могут быть индивидуальные, которые на сегодняшний день долгосрочные депозиты проявились на просмотр. Ну, я считала индивидуальные. Еще вопросы? Хорошо. Вопросов больше нет.